И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скини, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господнем некоторых из львитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию, Ия-Иела, Шемер-Рамофа, Ия-Хиила, Маттафию, Елиава, Иванею, Овет-Едома и Ия-Иела с псалтерями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах. А Ванею и Озеила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев Его. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Якова, избранные Его, Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал тысяча родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Якову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны, ничтожны, пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, от одного царства к другому народу. Но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим, не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовестуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу благолепие и святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует, да плещет море, и что наполняет Его, да радуется поле и все, что в нем, да ликует вместе все дерева, дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И скажите, спаси нас, Божий Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое, и да хвалимся славой Твоею. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и сказал весь народ, аминь, аллилуйя. Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев Его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и о ведье дома, и братьев Его шестьдесят восемь человек, о ведье дома сына Идифунова и Хосу привратниками, а садока священника и братьев Его священников пред жилищем Господнем, что на высоте в Гаваоне. Для возношения всесожжения Господу на жертвенники всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены пойменно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Продолжение следует...